Приветствую вас друзья, вы смотрите канал Узробот, меня зовут Артур и в этом видео мы с вами соберем топовую систему 2000 года. Когда речь заходит о каких-то системах 2000 года у современных каких-то разборщиков там сразу Pentium 3s 1400 МГц. Я считаю что Pentium 3s это вообще серверный процессор и никаких там речи о использовании в настольных системах до времени не могло и быть. Использовался в серверах, подходит сокет 370, но это не факт что давайте на нем все собирать. Он кстати мощнее Pentium 4, который позже вышел на ядрейный элемент на 423м сокете 1.4 там соответственно производительнее чем 1.7 этот процесс. Поэтому как-то все смотрят Pentium 3. По тем временам у всех были целероны-дюроны, потому что был 2000 год после кризиса. Все старались какие-то решения по бюджетнее выбирать и чтобы выжить было побольше. Вот если Pentium 3, то это была какая-то там не особо большая модель в районе 733-800 МГц. Вот. Либо там атлончик какой-то. Соответственно я добыл камушек один интересный. Это вот этот вот камушек. Это атлон на ядре Thunderbird и с частотой 1400 МГц. Это соответственно максимальный камушек на ядре Thunderbird. Вот с открытым еще ядрышком. Все боялись сколоть его. Вот. Аккуратно с ним надо было обращаться. Тем не менее камушек даже сейчас очень редкий, потому что ну такие топовые модели. Их мало кто ставил в свои компьютеры. Вот. Хочу рассказать им следующее. Значит процессор этот изготовлен по технологии 180 нанометров. В нем 37 миллионов транзисторов. Шина у него 266 МГц. Это удвоенность 133. Множитель у него 10,5. ТДП. Очень большой для того времени. 72 ватта. Если я не ошибаюсь у Pentium 3s в районе 40 был. Вот. Поэтому все эти процессоры называли просто аддовыми печками. Вот. Они жутко грелись. И соответственно к ним нужны были соответствующие мощные системы охлаждения. И большим минусом было то, что никаких систем термоконтроля в это ядро не было встроено. Вот. Кэш соответственно у него первого уровня 128 килобайт. Второго 256 килобайт. Субтскими ядра Thunderbird компания AMD отошла от практики вот в боксовых кулерах, где использовался с пониженной частотой кэш 2 уровня. Он на старших моделях просто тормозил очень сильно эти процессоры. Вот. Здесь все находится на ядре. Кэш L2 работает на той же частоте, что и процессор. Ну вообще все очень круто. Вот. Основной конкурент этого процессора был там Pentium 3 на ядре Коппермайн, там Туалатины и так далее. Более дорогие вышечены в том момент Pentium 4 с частотами там 1.4-1.7 ГГц. Они соответственно проигрывали почти по всем тестам практически по вот этому процессу. Вот. Ну да, знаем. 423 платформа Intel была неудачная. Вот. Там Burst там и так далее. Что самое интересное, когда вышел этот процессор, он продавался по цене 253 доллара. Вот. Вышел он в дворовом квартале. Соответственно через буквально квартал выходит Atlon XP и цена на этот процессор падает до 100 долларов. Вот так в два с половиной раза с легкой руки. Так. Ну с процессором разобрались. Теперь соответственно на что мы все это будем ставить? В 2000-х на самом деле компании, которые серьезно там занимались какими-то режимами рок-локерскими, какими-то девайсами такие крутые делали. Были две компании Abit и Asus. Там они соответственно были форвардами того времени. Вот. Asus она где-то была уже чуть пониже уровнем, но тем не менее самая распространенная материнка была Abit. И чипсет для таких працов, для Giron, для Atlon был KT-133A. Вот такую материнку я откопал на Abit. Продавали ее как новую. Она действительно была упакована. И все конденсаторы на ней сдохли. Вот. Почему вот такие цитаты, они очень редкие. Потому что на самом деле на самые массовые платы по тем временам Abit ставили очень хреновый конденсатор. Они просто от времени сохли и умирали. Эти платы либо нестабильно работали, либо вообще дохли. То есть, ну вот конкретно на этой плате, да, которая мне досталась, были мертвы абсолютно все конденсаторы. Я, значит, заказал новые, сделал полностью рекап на питание там процессора везде, там, да, здесь. То есть, все конденсаторы электролитические я поменял. Они просто стояли под разными углами, и были вздутые. После чего материнка ожила, заработала. Что про нее можно сказать? Здесь стоит на HPT-шный RAID полноценный. Дополнительно на 4 устройства можно на них подцепить. Вот. Здесь в южном мосту есть переходник PCI ISA. Есть полностью 16-битный порт ISA-шный. Вот. Это позволяет поставить даже DOS и поставить какую-нибудь Sound Blaster или совместимую карточку ISA-овую, и там, играться в какие-то DOS-игрушки поздние даже. Потому что звук там будет. Но до звука мы даем, в свою очередь. Здесь есть H6 PCI слотов и, соответственно, GP. Вот. Чипсет здесь КТ-133А, как я говорил ранее. Вот. И три слота под памятник. Максимальный объем поддерживаемый 1,5 ГБ. То есть три модуля по 512 МБ она поддерживает. Вот. Как я говорил, в процессорах не было функции термоконтроля. Здесь производитель платы предусмотрел термодатчик под платы и, соответственно, еще также в биос контролирует обороты вентилятора, так как здесь трехпиновый коннектор на кулер процессора. По этим двум, соответственно, показателям температуры под ядром и оборот кулера, значит, соответственно, плата, если что-то происходило не так, автоматически выключалась. А также вот на этой плате Opit первая применила активное охлаждение на чипсет. Вот. Ну, соответственно, что еще можно сказать. По питанию стоят хорошие мощные мосфеты. То есть здесь видно три фазы питания. Вот они. Звука никакого размазанного нету. Есть только два порта комовских. ЛПТ, USB, IPS попала, мышь и клавиатура, что, в принципе, вполне себе достаточно для компьютеров было того времени. Все остальные карты ставились отдельно. Вот. Теперь хотелось бы вам рассказать о нашем главном герое. Это видеокарту, которую мы будем туда устанавливать. В качестве видеокарты в нашей системе будет выступать вот такая легендарная вещь. Это Voodoo 5 5500. Вышла она весной 2000 года по цене в 300 долларов США. История выхода в свет этой карточки достаточно весьма трагична, ведь и вата. В начале осени 99 года, после выхода в свет Nvidia GeForce 256, все любители игр трехмерных стали ждать анонса нового продукта 3dfx, который был известен под кодовым названием Напалм. Время шло, 3dfx молчала, и она выкидывала только в какие-то СМИ описание технологий, которые там будут использоваться. Там всякие T-буферы и fxt1, значит, и которые как бы технологии будут поддерживаться в этом чипе новом и так далее, и так далее. Значит, немного позже, там на выставке Comdex Fall 99 года 3dfx анонсирует новый чип VSA 100, и на базе которого будет строиться целая линейка видеокарт. Всех очень огорчили заявленные сроки выхода этих плат. Это весна 2000 года. И получалось, что компания 3dfx примерно на полгода осталась без современных решений, и тем самым давала карт-бланш видеокартам на чипсете NVIDIA. Вот. А я напомню, что за полтора года до этого, NVIDIA, даже где-то за год до этого, NVIDIA вышел с продуктом Voodoo 3, который пользовался большой популярностью, был конкурентом NVIDIA Rivot NT2, и, в принципе, очень хорошо с ней боролся. Единственный минус – он не умел поддерживать 32-битный цвет. Вот. Но зато в силу аппаратных особенностей карты он очень хорошо показывал 16-битный. И очень плавно на нем шли все игры, очень хорошо работали. Девизом компании 3dfx по тем временам была главная скорость, а не качество. Вот. Запомните этот момент. Вот. И, значит, дальше что было? Продажи плат годичной давности на базе Voodoo 3 стали естественным образом снижаться. Вот. Прибыль с них уже там была минимальная. Вот. И все это привело к ухудшению финансового состояния 3dfx. Вот. Тем не менее они там сменили SEO, вселили надежду в акционеров, вот. Нашли какие-то скрытые резервы. Вели о намерении приобрести компанию Gigapixel, которая там занималась разработкой 3D процессоров с использованием тайловой архитектуры. Вот. Но, тем не менее, были два фейла. Они очень затянули по срокам с выходом этой картой. Они не проработали момент с low-end сегментом. То есть в качестве low-end карточек этой серии они собирались на чиповое решение использовать от врагов чипов при производстве 5500, серию 4500. Получилось отвратительное по производительности. Тем более в нижнем ценовом сегменте была Riva TNT2, которая просто ее переплевывала. Плюс еще был GeForce 256. Вот. И топовый сегмент карты, хотя уже на эту стоимость была 300 долларов, я считаю, достаточно крутая. Это Voodoo 6000. Это даже очень редкий, наверное, гукляр коллекционных. Очень мало. Вот. Они до прилавков так и не добрались, потому что после того, как их выпустили там порядка тысяч штук, обнаружили какую-то ошибку в разводке платья серьезную, которая там не давала полноценно функционировать. Ну, в общем, это 6000 серия. До магазинов так и не добралась. Просто их где-то потом раскупили. Эти остатки не ходят сейчас по рукам. Дико редкая вещь стоит чугунный мост. Вот. Ну, соответственно, да. И что произошло дальше? Дальше буквально через там пару-тройку месяцев Nvidia берет и выпускает GeForce 2, который по цене дешевле этой карты, а по производительности на 25% быстрее. И, соответственно, плюс у Nvidia была поддержка железная к технологии Transform and Lighting. У 3DFX он ее так и не осилил при выходе этой карты. Они там распылили свои ресурсы по нескольким проектам, по различным, глобальным. Потому что, знаете, у них там карточки были еще и Obsidian, там еще куча проектов использовали, работали. Вот. Ну и доработали до того, что, в общем, как бы на базаре у них наступил полный фейл. И практически в этом же году, в 2000, в конце компания обанкротилась. Ее купила Nvidia всего за 25 миллионов долларов. Ну, по меркам таких компаний это за копейки. Давайте о самой карточке. Вот она, красавица. Здесь два чипа ВСА100. В базовой комплектации я нашла 64 мегабайтами памяти на борту. SD-RAM, работающая на частоте 166 МГц. Эта карта переделана. Здесь 128 мегабайт. Добавлен блок джемперов для выбора. Объем памяти на бортной. Уже поставлено какое-то кастомное охлаждение. Потому что родные уже чипы все развалились от старости. И они жутко жужжат и неэффективны. Вот. Здесь есть поддержка T-буфер. Есть аппаратный антиальязинг, который очень хороший. Вот. И антиальязинг это очень хорошо выглядит. Но, тем не менее, здесь нет transform and lighting технологии. Полная поддержка Glide здесь есть. По скорости, значит, скорости закрашивания здесь 667 миллионов пикселей в секунду. Огромные, там, по тем временам. 333 мегапикселя в режиме мультитекстурирования. Вот. Ну и так далее. Там куча параметров. Я думаю, вам без труда там сможете глянуть в интернетах. Не буду я все это рассказывать. Ну, в общем, карта на самом деле редкая. Я считаю, она для нашей системы очень достойная кандидатура. Что еще? У нас еще остается с вами звук. Так. В качестве звука, да. Если кто смотрел до этого там видео по сборке ретро-компьютера на Pentium 4, вы уже видели эту карточку. Это Turtle Beach Montego 2 на чипе Aurel Vortex 2. Очень хорошая карта для своего времени. У нее поддержка стоит A3D. У нее даже есть пин-хидеры для включения дочерней миди-платы. Она одна, наверное, из там пары тройки карт. PCI-ных именно. Которые полностью функциональны в DOS. Для нее есть драйвера по DOS. В DOS она совместима с Sound Blaster Pro 2. То есть, позволяет там слушать адлибовскую музыку и так далее. Вот. В общем, наш вариант, я считаю, что то, что надо. Потому что по всем параметрам она хороша. И связки именно на VEA-KT-133 вот такие. Они безглючные. Вот. По тем временам, естественно, была карточка с Sound Blaster Live. Везде попсово это. Ну, я не стал всем подавляться и решил оставить именно вот эту карту. Вот. Дальше по памяти мы добавим туда, ну, где-то, вот так вот, пару планочек по 512 МБ. Чтобы у нас был гиг оперативки. Это дикий объем для того времени. Потому что максимум там 256 мажор ставили. Так это 128. За глаза считалось у всех. Вот. И, соответственно, жесткий диск мы поставим на 40 ГБ. Возьмем там. Сигеть нам хватит этого что-то протестировать. Ну, и чтобы охладить наш безумный процессор. Горячий, как этот ад. Вот. Ну и поставим такую бандуру на него с медной задницей. Вот. Тяжеленным. Это, ребята, доисторический арктик кулинг. Вот. И, в принципе, очень хорошо должен все это у нас охлаждать. Никаких проблем не возникнет. Вот. Ну, собственно, вот вся наша система. И, в принципе, все. Я думаю, сейчас мы все увидим, как-то у нас все включится. Я думаю, и заработает. Ну, и вот. Давайте приступим, соответственно, к сборке нашей чудесной системы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 ну стандартно для Атлона вот и FPU давайте посмотрим GP8 по алгоритму вот 311 очков у нас набирает наша плата вот соответственно если мы запустим SuperP ну вот да и SuperP у нас посчитался за 54,735 секунды вот такие вот у нас веселые результаты на Атлоне 1400 давайте теперь перейдем к самому интересному это к играм вот 2000 год был прекрасным в плане игр вот я здесь самый выдающийся установил на компьютер игрушки да ну прежде всего самое главное что у нас вышло у нас вышел Counter-Strike это причина бессонных побоищ в компьютерных клубах бесконечных это игра просто века я здесь не нашел 1.6 версию 2000 года нашел последнюю там где-то с протоколом уже по моему 39 или какой там 38 я не играю в них вот просто скачал последнее что был установил будет тестировать его вот еще отдельно хочу сказать что вышли такие шедевры как МДК, Heavy Metal Fact 2, Ground Control, Red Alert 2 вышел вот чей второй чужой против Хищника ну и в общем вот и много там всяких вещей ну просто нет времени все устанавливать и запускать такие вещи какие-то знаковые которые там на первых местах а ну конечно еще Heroes of Might и Magic 3 вышел да великая тоже игра до сих пор в нее на планшете играем давайте их позапускаем посмотрим соответственно где во где там игрушка работает где ReptX будет виден FPS через Fraps вот если она работает через Glide FPS конечно не будет видно вот но тем не менее давайте окунемся в эту историю и вспомним там во что мы рубились там 2000 году и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Помните, мы должны раздавить Пентагон. Это превыше всего. Пентагон должен быть уничтожен. Получено управление боем. ...контроля над боем. Принята передача. Это Таня. Послушайте, в вухте находятся несколько советских дредноутов. Мне не терпится заняться ими. Мне очень хочется осмотреть их днища. Получены новые цели. Получено управление боем. День 2 шутка. Где лечится? Поведем. Эй, детка! Ча-ки-ки-ка! Юнит повышен. Ча-ки-ки-ка! Юнит повышен. Первичная цель достигнута. Надо бы проверить карту. Это должно быть дверь, о которой говорил Баса. Хорошо, что рабочие ушли на ночь и оставили свет. Продолжение следует... 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 И вы сможете избавиться. Все выглядит полностью дистанционно. Но что-то плохое, как все это. Идите по туннелям навстречу группе 3. Они выведут вас из здания. У нас проблемы со светом, так что придется использовать прибор ночного видения. Боец, да ты в серьезном дерьме. Ты должен уносить отсюда ноги. Но двери третьего уровня уже запер. Так что тащи-ка свою задницу в комнату управления. Там я скажу тебе, что нужно делать. Отлично, боец. Вы пробили дыру в защите. Ну-ка тащите свою задницу в шлюз. Но сначала вам нужно добраться до лаборатории с яйцами. Откройте дверь в лабораторию при помощи ручного управления. Не беспокойтесь. Ничего извиняется на лабораториях. Они же стерилизованы. Давайте перейдем. Стих 1080p. Продолжение следует... 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 И посмотрим... Как GeForce... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...